Здравствуйте, меня зовут Фёдор Красюк. Я рад приветствовать вас на своём канале. И сегодня мы будем с вами изучать элемент, который называется «Испанский выход». И помогать изучать этот элемент нам будет Виталий. Предоставим Виталию возможность попробовать исполнить данный элемент. Как мы видим, у него сразу не получается начальное положение, флажок. Как его устранить, мы рассмотрим далее. Чтобы этого избежать, используйте хват по уши. Таким образом вы облегчитесь себе процесс переноса тела на флажок. Новичкам изначально рекомендуется исполнять испанский выход, предварительно закрепившись на перекладине, так как в дальнейшем это облегчит постановку флажка и непосредственно сам выход. После того, как у вас получается исполнять этот элемент с закреплением на турнике, приступайте к изучению данного элемента без закрепления. Единственная сложность, которая может возникать у вас при исполнении данного элемента, это то, что у вас будет слегка телепать. Избежать этой небольшой сложности вы сможете исключительно за счет вашей физической подготовки. Во второй часть урока мы приступаем к изучению положения заднего флажка, именуемой невеладой. Базой для данного элемента будет служить рассмотренный ранее испанский выход, вернее замедленное его исполнение. Изначально данное положение будет являться для вашего тела непривычным, так как оно не является естественным. Но в ходе многочисленных повторений, разумеется, ваше тело привыкнет, то есть произойдут определенные перестройки в области руки, спины, и таким образом вам будет легче поймать баланс. Итак, давайте непосредственно перейдем к исполнению этого элемента. Что собой по сути представляет невелада? Это виз в заднем положении на одной руке. При исполнении невелады старайтесь отогнуть руку как можно ближе к пояснице. При этом не забывайте прогнуться по длине всего тела, так как в дальнейшем это сможет найти вам баланс. Если же вы боитесь упасть при исполнении невелады, рекомендую вам использовать турник пониже, так как в случае падения вы не получите таких серьезных травм, как при падении с турника более высокого. Также помощь друга никогда не бывает лишней. Вы можете попросить друга помочь вас поддержать в данном положении, и вам поможет это найти баланс. И самое главное помните, единственный путь к вашему успеху – это ваше трудолюбие, так как без многочисленных попыток исполнение невелады у вас не получится. Но если вы выучите в идеале и невеладу, и испанский выход, это откроет вам двери вид спорта под названием джимбар. На этом все. Тренируйтесь, качайтесь, подписывайтесь на новые видео. С вами был Федор Градюк. Пока. Итак, давайте... Давайте. Давайте. До свидания. О, сколько птиц.